После изобретения сельского хозяйства, человечество постепенно придумывало новые способы извлечь как можно большую пользу из этого дела. Уже тогда в каком-то виде существовала селекция и человек такой, такс, вот это я так уж и быть скушаю сейчас, а вот это снова посажу, чтобы в следующий раз у меня все плоды были такие. ТРАВИТЕСЬ! Улучшались орудия труда, пробовались разные методы посева и все в этом духе. Но всегда была одна проблема, решив которую можно было в разы повысить эффективность земледелия. Это вредители, а также всякие сорняки и болезни растений. Наверное первое, что человек предпринял для борьбы с ними, это религиозные ритуалы, но затем открыл для себя более продуктивные методы. Например, сжигая серу на полях удавалось отпугивать насекомых, а смешивая зерно с золой, получалось надолго сохранить его в амбаре. А чтобы зерно там не разворовали мыши, нужно было найти газель, собрать в мешок все, что из нее периодически вываливается, а потом это аккуратно разложить на жаровню или просто разбросать по всему амбару. В Китае даже таскали с места на место муравейники. Их там трясло, жрать нечего. Потом муравьи такие выходили и съедали всех гусениц в доступном радиусе. В общем способов на самом деле было довольно много и все они были актуальны очень долго и отошли на второй план лишь тогда, когда алхимия перестала заниматься всякими приколами, стала химией и смогла сообразить соединения, которые оказались чрезвычайно эффективными в решении вопроса сельскохозяйственных вредителей. Во второй половине 19 века для защиты растений массово стали использовать разные химические препараты. А в 1935 году один швейцарский химик такой Он покопался в работах других уже покинувших мир ученых и Помимо защиты растений этот инсектицид стали использовать не только на полях, но и для уничтожения насекомых, которые переносили человеческие болезни, например, тифозных вшей и малярийных комаров. Тем самым были остановлены эпидемии. Во всем мире начал расти спрос на это чудо-средство. К тому же все активно начали подбирать аналоги, которые можно было производить еще дешевле и получать еще больше выгоды. Одна американская компания, которая производила аккумуляторы, всякие пластмассы и химикаты, решила тоже в этом поучаствовать и начала выпускать карбарил. Тем временем ученые, разобравшись в вопросе получше, начали делать заявление о том, что этот ваш ДДТ вообще-то со временем накапливается в почве, в водоемах, жировых тканях животных, в растениях и в итоге не слабо так отравляет экосистему и организм человека в частности, когда он все это употребляет в пищу. Черт. Причем проявления такого регулярного отравления могут возникать у человека спустя много лет. Ох, чем я занимаюсь? Выучился на химикой, сижу, нюхаю яд от клопов. Думал, сделаю открытие, стану великим. Лучше бы в свое время подумал о чем-то более перспективном и востребованном. В современном мире этому парню подошла бы какая-нибудь диджитал-профессия, которая помимо хорошего дохода даже в текущей кризисной обстановке, приносит еще и удовольствие. И если вы хотите узнать больше о том, какие диджитал-профессии будут востребованы, то приходите на бесплатную конференцию от онлайн-университета Skillbox. Весь декабрь вы сможете поближе познакомиться с дизайном, программированием, разработкой игр, маркетингом и даже кинобизнесом. То есть уже сейчас вы узнаете, что будет актуально, как попасть в индустрию и чему учиться. Спикеры практики из крупных компаний, таких как Сбер, Яндекс, Али, Мейл.ру и других, расскажут вам много полезного. Например, как стать Java или Python разработчиком, или даже как стать частью киноиндустрии в 2021 году. А может вы погрузитесь в основы веб-дизайна или рекламу в соцсетях? Без полезных навыков вы отсюда не уйдете. Кстати, за участие платить не надо. Просто заходите, регистрируйтесь и вы участник. Вас ждет еще и розыгрыш MacBook Air, айфона и наушников AirPods. Так что переходите по ссылке в описании и делайте шаг навстречу будущему вместе со Skillbox. В начале 1970-х годов страны начали запрещать использование ДДТ. Для компании это было чудесной новостью, потому что карборил, который она производила, не имел свойства накапливаться ни в земле, ни в организмах, а насекомых уничтожал все так же хорошо. Компания сделала прогноз на то, что все, кто раньше пользовался ДДТ, теперь побегут к ним за аналогом. И для того, чтобы удовлетворить спрос, нужно расширяться. Хм, а что если построить новый завод там, где рабочей силы дешевле? Тогда прибыли будет еще больше. Привет, я подсяду? Спасибо. Почему я сюда пришел? Я тут привлекаю иностранные инвестиции в промышленность и... Ни слова больше. Компания начала строительство своего завода в Индии, в городе Пхапал, и планировала просто свозить сюда с каких-нибудь других заводов все реагенты и получать из них карборил. Но таких умных оказалось много, и конкуренция на рынке сильно выросла после запрета ДДТ. И поэтому для большей выгоды пришлось немного запариться и наладить собственное производство всех необходимых химикатов прямо на самом заводе. Карборил можно было получать несколькими способами, но к моменту постройки завода другие производители уже использовали химический процесс без метил изоцианата. Так было дороже. Но это та еще гадость, с которой мало кому хотелось иметь дело. Это очень токсичная и вызывающая сильные ожоги жидкость, которая при температуре 39,5 градусов Цельсия начинает испаряться, и при вдыхании неизбежен отек легких, с высокой вероятностью смертельный. Ну да ладно. В Индии столбик термометра редко поднимается выше 40. Да и мы же не дураки. Цистерны с этой штукой будут находиться под землей, будет система охлаждения. К тому же такой способ получения карборила гораздо дешевле. Помимо системы охлаждения, на случай, если с этой жидкостью что-то пойдет не так, и она начнет испаряться, были предусмотрены еще несколько систем защиты. Во-первых, азот. Метил изоцианата в цистерне хранилось немного. Такие были нормы безопасности. Оставшийся объем заполнялся азотом под большим давлением. Таким образом создавался своего рода щит между опасной жидкостью и заводом. В принципе, уже этого достаточно, чтобы ничего не случилось. Но были еще методы защиты на всякий случай. Скрубер. Если метил изоцианат начнет испаряться, то газ попадет в скрубер и там нейтрализуется. Если этого окажется недостаточно, то на трубе для аварийного сброса стоит факел, который просто сожжет весь газ. Ну и вишенка на торте – это пожарные насосы. Метил изоцианат в газообразном состоянии хорошо растворяется в воде. И в случае аварии нужно включить насосы и просто заливать выходящий из трубы газ. Но вы, наверное, подумали – вот ведь молодцы. Все бы так ответственно подходили к делу. Помимо азотного щита для стопроцентной безопасности, вон сколько всего построили. Но в этих словах есть две ошибки. Во-первых, в таких делах не бывает стопроцентной вероятности. А во-вторых, все эти линии обороны были построены из соображений того, что для удобства работы завода, а следственно и для большей прибыли, на план были дорисованы несколько труб, соединяющих то, что лучше не соединять. Хорошая работа. В общем, завод спокойно начал свою работу. Но прогнозы компании не сбылись от слова совсем. Как я уже говорил, конкуренция среди производителей была очень большой. К тому же, после истории с ДДТ, не все решались пользоваться даже менее опасными аналогами. Спрос упал. А в начале 80-х в Индии просто начались неурожаи. Сельское хозяйство испытывало не лучшие времена. И это тоже снизило спрос на пестициды. Завод оказался полностью убыточным. Его очень хотели продать, но найти покупателя не получалось. И чтобы хоть как-то компенсировать расходы, он продолжал работу и не закрывался. В целях экономии персонал сокращался. А если что-то вдруг выходило из строя, то это либо получало статус бессрочного ремонта, либо так и оставалось в аварийном состоянии. Помимо метил из оцианата, на заводе водилось и много другой дряни. Например, фазген, про который уже была речь в одном из моих видео. Из-за экономии на техническом обслуживании периодически на заводе происходили утечки, как фазгена, так и всего остального. Первый инцидент закончился гибелью рабочего. Когда на него попал фазген, он в панике снял противогаз, надышался и умер через три дня. Когда в последующие годы случались подобные случаи, работники, кажется, вообще не использовали химзащиту и пачками отправлялись в больницу. То ли потому, что на заводе не проводились учения, то ли потому, что средств химзащиты к тому моменту уже не было. Хотя мне думается, что первый вариант более реалистичный. Продукции производилось так мало, что в подземных цистернах даже скапливался неиспользующийся метил изоцианат. И его утилизацией, опять же, в целях экономии, естественно, никто не занимался. Под сокращение попадали не только простые работяги, но и весьма квалифицированные кадры. Например, главный чувак по техническому обслуживанию. И, судя по всему, с этого-то все и началось. После того, как в цистерны влили очередную порцию метил изоцианата, по правилам нужно было остаток пространства заполнить азотом. Че-то давление нужное не создается. Наверное, вентиль прохудился и выпускает азот из бака. Ты знаешь, как это починить? Нет? На проблему решили просто забить. Через три недели, 2 декабря 1984 года, настало время плановой промывки химического реактора. Полдесятого вечера к трубам подключили шланг с водой и включили напор. Чувак, погнали, я тебе прикол покажу. Чего? Смотри. Я включаю воду. И че? Она не вытекает из той трубы. Исчезновение воды. Наверное, снова что-то сломалось. Нет, я Гудини. Весь фокус заключался в том, что перед этой процедурой чувак по техническому обслуживанию должен был поставить в трубу заглушку, которая не пустит воду дальше химического реактора. Но, как мы помним, его уволили. И вода устремилась по всему трубопроводу. И, как мы помним, этот трубопровод соединял на заводе все. Вода добралась до цистерн и уперлась в вентиль, который, как мы помним, не мог удержать внутри азот, а, следовательно, и не смог удержать воду снаружи. И она начала заливаться в цистерну, где хранился метил изоцианат. Ну, а когда метил изоцианат в жидком виде контактирует с водой, начинается химическая реакция с выделением тепла. И, как мы помним, при температуре 39,5 градусов Цельсия жидкий метил изоцианат закипает и испаряется. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что эта реакция проходит быстрее в присутствии металла. А металл присутствовал. Вода принесла с собой кусочки ржавчины со внутренней стороны труб. О возникшей проблеме работникам могли сообщить специальные датчики на панели управления. Но из-за экономии они не работали. В живых остался манометр, который показывал давление внутри цистерны и его показания немного превышали норму. Ну, бывает. Через час с лишним работники заметили лужу метил изоцианата около цистерны. Ну, бывает. Но уже через минуту стрелка манометра резко показала критическое превышение нормы давления. По бетонному основанию цистерны пошли трещины, началась паника, а стрелка манометра продолжала ползти и в итоге просто уперлась в максимум того, что может показать. Все подумали, что сейчас произойдет взрыв, но... Огромное давление наконец-то выбило у цистерны аварийный клапан и газ направился в тщательно выстроенную систему безопасности. Первая линия обороны это скрубер, который должен нейтрализовать метил изоцианат. Но рабочие на него не надеялись, потому что уже давно знали, что он не работает. А если бы работал, то не справился бы с таким количеством газа. Следом шла факельная башня. Но вот дела. Два месяца назад они сняли с нее подржавевшую секцию трубы и так и не заменили ее. Поэтому она тоже не работала. Последняя надежда это пожарные шланги, из которых рабочие должны заливать выходящий из трубы газ. Но когда включили подачу воды, оказалось, что струя просто не может достать до трубы. В итоге, примерно в 2 часа ночи, 3 декабря 1984 года, в небе над Пхопалом находилось огромное ядовитое облако, которое медленно начало опускаться на город. Завыла сирена, все проснулись и бросились кто куда. Люди задыхались и получали ожоги глаз. Чем меньше масса тела, тем быстрее погибал организм. В больнице помочь ничем не могли, потому что вообще не понимали, чем отравились люди. В эту ночь погибло около 3 тысяч человек и 15 тысяч в последующие годы от эффекта отравления. Различные проблемы со здоровьем получили почти 600 тысяч человек. Ну чё, доэкономились? Спасибо всем за просмотр. Если вам нравятся мои видео, поддержите меня лайком, комментарием и поделитесь роликом с друзьями. Для этого можно нажать вот эту кнопочку и запостить у себя на странице, например, ВКонтакте или каком-нибудь вашем паблике. Ну и также подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, на Инстаграм, можно и на Телеграм, там я делаю уведомления о вышедших видео. Ещё мой канал можно поддержать на Патреоне и Ютуб спонсорством. А тем, кто уже это делает, как всегда, спасибо.